На программу. Пишет нам Боярчикова Галина. Вот о чем она пишет. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Пишет вам Галина Николаевна. Спасибо вам за то, что вы рассказываете нам, простым людям, как сохранить здоровье и что делать, если пришла беда. Теперь о важном. У меня беда с сыном, он курит как паровоз. Как только не уговаривал его, что только не делали. Даже рекламе поверили, накупили всякие новомодные средства, но увы. Пожалуйста, помогите. В одной из ваших программ вы упоминали витамин В3, никотиновую кислоту, которая есть в продуктах. Скажите, какие это продукты, пусть лучше их покупает и ест, чем сигареты. Спасибо вам за то, что вы делаете. С уважением и любовью, Галина Николаевна. Ну что же, мы тоже Галину Николаевну любим и уважаем, и решили пригласить ее на программу. Встречайте. Здравствуйте, Галина Николаевна. Ну что же, спасибо вам за письмо. Спасибо, что вы смотрите нашу программу. Будем разбираться. Я все-таки хочу узнать точно, в каких продуктах содержится никотиновая кислота и заменит ли хоть частично вот яйца курева. Значит, что касается первого вопроса. Никотиновая кислота в достаточно большом количестве содержится, например, в томатах, в печени, в картофеле, в хлебе с утрубями, в дрожжах содержится достаточно большое количество никотиновой кислоты. Более того, иногда, мне, кстати, приходилось слышать, что некоторые курильщики со стажем, когда им говорят, слушай, ну надо уже бросать курить, человек говорит, я не могу, у меня никотиновой кислоты в организме не хватает, она очень нужна. Так считают люди, но на самом деле важно понять очень простую вещь. Никотин, который содержится в сигаретах, и никотиновая кислота, которая содержится в полезных продуктах, это не одно и то же. Это совершенно разные химические вещества, и более того, никотин в никотиновую кислоту и наоборот трансформироваться не могут. В человеческом организме отсутствуют какие-либо ферменты, которые бы могли одно вещество перевести в другое. Но все-таки этот витамин В3, о котором мы сегодня говорим, он, безусловно, важен нашему организму. Он не просто важен, он архиважен. Об этом мы поговорим с нашим экспертом. У нас в студии Коденцова Вера Митрофановна, руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ и института питания рамок. Профессор, доктор биологических наук. Здравствуйте, Вера Митрофановна. Ну что же, давайте и нашу гостю, и всех зрителей просветим. Никотиновая кислота, или по-другому еще называют витамин В3, такое название он получил просто вот по мере открытия, вот как В1, В2, и наконец дошли до В3. А его еще же называют и витамин ПП. ПП, да, это пелагра превентив. И так же, как и любой другой витамин, человек должен получать его с пищей обязательно. Надо сказать, что он достаточно широко распространен в природе. И вот его такое отличие от других витаминов, это то, что он в незначительных количествах, в небольших, может синтезироваться и в организме. Причем за счет белка. В белок входят аминокислоты. И вот из 60 миллиграмм трептофана, аминокислоты, того кирпичика, из которого построены белки, может синтезироваться 1 миллиграмм никотиновой кислоты. Ну, если это такой распространенный витамин, и в принципе в продуктах он содержится, а почему же случаются у людей гиповитаминозы этого витамина, то есть недостаточные поступления? По каким причинам? Ну, из-за того, что человек часто очень нерационально питается, несбалансировано, нарушает и режимы, увлекается чем-то сладким, как-то однонаправленно. Очень часто недостаток бывает у вегетарианцев, у больных людей, у которых нарушено всасывание в кишечнике, у онкологических больных, а также у лиц, у которых просто нарушены аппетиты, они просто мало едят, недостаточное количество. А вот люди, которые злоупотребляют алкоголем, есть информация, что у этих людей усвоение никотиновой кислоты происходит хуже? Да, совершенно верно, потому что мало того, что они и усваиваются хуже, но они и просто неправильно питаются, не секрет, что они иногда и вовсе не питаются. Я хотел вернуться прежде всего к витамину В3, его наличие в нашем организме. Чем важно, и что он делает такого полезного? Ну вот всем известно, что все реакции, которые протекают в нашем организме, они происходят с помощью ферментов, то есть таких специализированных белков. И вот достаточно сказать, что никотиновая кислота в форме своих коферментов, она необходима как минимум для 200 таких ферментов. Поэтому совершенно очевидно, что если будет ее недостаток, то сразу нарушатся многие ферментативные реакции. То есть у нас, ну прежде всего, этот витамин необходим для окислительно-восстановительных реакций, а все реакции у нас в организме, большинство из них окислительно-восстановительные. То есть просто даже для... То, что мы съедаем, чтобы получить энергию, чтобы расщепить с ее помощью белок, да, аминокислот. То есть получается, что вот просто для того, чтобы клетка могла выработать энергию и вообще хоть что-то сделать, ей обязательно нужен этот витамин. Он необходим для дыхания, для нашего даже... Чем необходим? Ну потому что он участвует в цепи переноса электронов. Кто помнит митохондрии, это наши такие энергетические станции в организме, в клетке. Честно, скажу, наверное, не очень. Многие со школьной скамьи помнят митохондрии, вот, но на всякий случай это вот мы расскажем, да, что это те самые энергетические субстанции внутри клетки, которые получают энергию и дают клетке возможность существовать. Посмотрим на симптомы, которые возникают при дефиците этого витамина в питании. Дело в том, что обнаружили этот дефицит достаточно давно. Еще в средневековой Европе, в некоторых областях, после того, как Колумб привез кукурузу, ее стали высаживать, она очень хорошо росла, и у некоторых очень бедных людей фактически был единственный источник питания. И даже некоторое время существовал такой термин, как болезнь астурийцев, то есть людей, которые жили в области, которая называлась Астурия. И вот некоторое время даже считалось, что это какой-то грибок живет в кукурузе, а на самом деле дело было в том, что это было однообразное питание, которое не давало этого самого витамина. А люди круглый год питались кукурузной мукой. И появлялись такие симптомы, которые назвали пелагра. То есть вот то самое, что Бальзак называл шагренево кожа, то есть такая очень грубая, шершавая кожа. Вот, собственно, это заболевание дало первое название никотиновой кислоте витамин ПП, то есть против пелагры. И чем характеризовалось это заболевание? Оно характеризовалось так называемой пелагрической триадой. Это изменение кожи в виде дерматита, в частности фотодерматита. Такая сухая, да? Она не просто сухая, она сухая и грубая такая очень кожа. Есть у вас, по-своему, такая кожа? Нету. Еще нет. Еще нету. Это расстройство кишечника. Расстройство кишечника. Причем чаще всего именно вот эта форма приводила и к смертельным исходам. И это утомляемость, потеря аппетита и депрессивные состояния. Вот это те состояния, которые были сильно выражены. Но благодаря современному питанию у человека редко бывает пелагра именно в качестве такого заболевания. То есть авитаминоз, когда совсем не хватает, когда витамин вообще не поступает с пищей. Но достаточно часто, в силу того, что человек сидит на новомодных диетах каких-то, в силу того, что некоторые люди имеют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, этот витамин усваивается не полностью. И тогда возникают симптомы гиповитаминоза. То есть из таких симптомов можно выделить что? В первую очередь повышенная чувствительность кожи к солнечным лучам. То, что вот мы можем у себя сразу обнаружить. Но утомляемость, слабость, раздражительность, это нет таких людей, которые бы у себя это не обнаружили. Особенно зимой, по-моему, это присуще практически всем. Если можно, я добавлю, что вот этот витамин, для того, чтобы он осуществил свои функции в организме, чтобы он превратился в свои активные формы, очень нужны другие витамины группы В. То есть вот и В2, и В6, и поэтому нельзя ликвидировать дефицит этого витамина, принимая только его один. Лучше в комплексе, когда это содержатся все витамины группы В. Давайте еще поговорим, прежде всего, где этот витамин содержится больше всего. Ну, прежде чем говорить, где он содержится, необходимо поговорить о том, из чего он усваивается. Потому что так бывает, что содержится его достаточно много, а усваивается он не очень хорошо из этих продуктов. Вот смотрите, у нас есть три продукта. Это рис, картофель и печень. И надо сказать, что из них витамин В3, никотиновая кислота, усваивается совершенно по-разному. Хуже всего этот витамин усваивается из риса. То есть всего от 17 до 45 процентов содержащегося там витамина может быть усвоено. То есть меньше половины. Так, сделаем вот так вот. Ну, как-то так. От 46 до 63 процентов этого витамина усваивается из картофеля. Так. Ну, то есть уже значительно больше. Ну, вот так. Да. А вот из печени, из вареной, усваивается 100 процентов содержащегося там витамина В3. Ну, а, собственно, теперь мы можем поговорить о том, какие продукты содержат максимальное его количество. Вот здесь представлены эти продукты. Давайте посмотрим на них. Ну, да, все мясные продукты, в первую очередь, не только печень, но и мясо, рыба, в сыре очень много. В хлебе содержатся, но хуже усваивается, как мы уже сказали. А в сыре хорошо усваивается? В сыре, да, хорошо. Я очень люблю сыр. Да. У вас сын любит сыр? Да. Ну, тем более, это и белка много там. Ну, уже в бобовых, конечно, уже усваивается гораздо хуже. Ну, примерно как из риса. Да, примерно как из риса, да. В труднодоступной форме содержится. Ну, что же, будем знать. Большое спасибо, Вера Митрофановна. Присаживайтесь. Вы беспокойтесь совершенно правильно о своем сыне, чтобы он не курил. Это действительно вредная привычка. А вот о питании, что вы можете сказать? Правильно ли питается ваш сын? Ну, я думаю, что правильно. Потому что он еще на работе, его там кормят. У него там первый, второй и третий. О, а кем он работает? Ну, он там на складах работает. О, кладовщик. Кладовщиком. Кладовщиком? О, важная должность. Но все-таки питание там хорошее. А дома? Ну, и дома я стараюсь к его приходу уже что-нибудь горяченькое приготовить. То есть фастфудом не балуются? Нет, нет, этим мы не балуемся. Молодец. Значит, с витамином В3 у него все в порядке? Ну, должно быть. Ну, слушай, я хочу пригласить еще одного эксперта. У нас в студии фармацевт Юсуфова Александра Равеновна. Витамин В3 обладает гиполепидемическим свойством. Что это, простите? То есть понижает уровень холестерина и нормализует концентрацию липопротеина в крови. Тем самым уберегает нас от заболевания под названием атеросклероз. А как влияет витамин В3 на наш липидный обмен? Ну, давайте вот на простом примере мы с вами возьмем. Вот у нас есть сковорода. Ну, видим, операторы вчера что-то здесь жарили. С редакторами. Да, и не помыли. И мы видим, что здесь пригоревшие жиры, которые, в общем-то, достаточно проблематично. Это как будто холестерин, да, на стенках сосудов? Как будто бы он, да. А мы берем воду. Так. И видим, что сейчас весь этот жир поднялся на поверхность. Ну, постепенно. Да. Но по мере того, как мы воду оттуда вылим, на самом деле он весь снова окажется на дне. И тогда мы берем чудесный витамин В3. Никотиновую кислоту. И вот смотрите, что сейчас будет с этими капельками жира. Та-дам! О, пошла реакция. И жир начал растворяться. Что мы видим? От жира фактически ничего не осталось. Но надо понимать, что, конечно, вот это замечательное гиполепидемическое действие, оно происходит не от однократного приема. То есть для того, чтобы повлиять на содержание холестерина, необходимо, ну, как минимум, несколько дней приема. А для того, чтобы повлиять, например, на содержание триглицеридов в крови, нужен достаточно длительный курсовой прием. То есть этот витамин должен поступать к нам регулярно. А еще при каких болезнях? При сахарном диабете второго типа очень эффективный прием никотиновой кислоты назначают врачи. При ишемической болезни сердца, при атеросклерозе. Ну что ж, спасибо большое, Александра Роменовна. Присаживайтесь. Ну что же, вы теперь понимаете, что существует разница между никотином и никотиновой кислотой, о которой мы сегодня говорили и поняли, насколько она важна вашему организму. И организму вашего сына. А вашего сына мы непременно ждем у нас на программе. Мы с ним поговорим о вреде курения, безусловно. И я думаю, что он убедится воочию, доктор ему кое-чего расскажет, покажет. И я думаю, что он избавится от этой вредной привычки. А мы вам хотим на дорожку дать корзину полезных продуктов. Спасибо вам. Прошу вас. Спасибо.